всем привет с вами дэнчик это блог сельского жителя и у нас интересное включение вчера я заметил вечером что у нас пропадает давление в котле думаю ну бывает наверно надо добавить взял подкрутил немножечко там добавил давление все нормально все классно вот сегодня утром просыпаюсь давление в котле вообще нету то есть это стрелка на барометре или как он называется проверить давление барометр в общем короче стрелка на этом показометре показывает в ноль и вообще все грустно вот я думаю ну на это уже что-то не то надо с этим что-то делать ну думаю ну я еще воды добавлю я добавил еще воды подождал причем подождал недолго где-то полчаса смотрю уходит давление блин полез в интернет погуглил там куча советов понадобили думаю наверно у меня упала давле в расширительном бачке сделал все как по схеме спустил воду с котла взял насос из автомобиля подсоединил там специальный ниппель накачал полтора бара закачал опять давление в систему все все сделал как полагается все классно думаю ну включать котел не буду подожду посмотрю добавил давление воды в систему отопления вот сижу жду подождал там полчаса 40 минут смотрю уходит думаю что-то не так повторил операцию то же самое уходит в общем я так добавлял 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 в систему воды вот но котел кстати не включал это все делал на холодную вот добавил вроде вечером уже вот вроде держит все классно думаю ну надо сейчас включить котел только собрался включать котел стук в дверь открываю сосед у вас там ничего нигде не течет потому что у нас что-то там на кухне капает я такой задумался думаю блин что-то тут не то вот не ничего но я сейчас посмотрю ну сосед ушел ну я тоже пойду вы у себя посмотрите я у себя посмотрю и мы пока разошлись я быстренько на кухню ну может у нас что-то течет действительно там в раковине полез туда посмотрел там все нормально там же я делал там вообще идеально все вот думаю странно но думаю это ж наверное ну не совпадение что там течет а тут давление падает в котле наверно где-то что-то не то вот тут опять сосед приходит ведь все-таки капает причем визуально он не видит где капает он слышит у него там потолки гипсокартоновые ну то есть чуть чуть ниже чем грязный потолок вот и он слышит что там по гипсокартону на кухне капает вот я его завел сюда показал что у нас здесь как бы утечек видимых нету вот ну такая хрень с котлом что пропало резко давление и возможно это где-то трубы которые внурованы в стены а чтоб было понятно когда мы заселялись не было никакой документации о том как здесь проведено отопление то есть единственное что понятно по тем трубам которые вот вот они которые выходят из стен что это полипропилен это единственное что мы знаем но как они идут как они закладывались где у них повороты и вообще как это все укладывалось и как она работает хрен его знает вообще никакой нет документации у тех короче тех кто строили дом и потом продавали эти квартиры ну ничего в общем по технической документации не передали в осбб то есть вы тоже никто ничего не знает никаких у них бумаг нет вообще ну жопа полная вот и теперь получается что где-то у нас прорвала труба то есть либо вот на вот этом участке вот здесь вот под котлом где по стенкам трубы идут вниз либо уже по самому полу где они подводятся вот у нас тут радиатор вот радиатор сейчас у нас тут план это я тут просто искал где возможные утечки поэтому тут ящики стоят вот радиатор и вот здесь у него трубы выходят как она сюда подведена по стенам либо по полу у нас тут везде плитка непонятно в общем когда квартира была сдана в эксплуатацию в дом был сдан в эксплуатацию то во всех квартирах уже было висели котлы уже висели батареи и была стяжка на на полу на стенах штукатурка была вот и коммуникации видно не было поэтому как она идет в батареях и нам узнает вот и где искать утечку тоже непонятно в общем такая херня а когда пошлишь к соседу вот он там вот слышишь да слышу да что-то это где-то таки капает мы взяли шило ну он взял шило я за этим наблюдал застал на стабуретку сделал так чпокс в потолок в том месте где я слышал что капает и оттуда таки полилось то есть все что вот это вот я за сутки сегодня в котел добавлял а нож куда-то девалась девалась теперь она у него там плавает вернее у него там но ему это вот а вот я не знаю это он еще там постелил когда делал потолок влагостойкий гипсокартон за счет этого у него потолок еще не упал вот но он сколько там скопилось воды пока еще неизвестно вообще договорились до того что он будет вскрывать часть потолка и смотреть откуда она там капает чтобы понимать вообще масштабы трагедии и когда мы определимся где она откуда течет будет уже понятно у нас где проблема и где придется вскрывать вскрывать плитку на кухне на стенке на кухонной либо же вскрывать вот здесь где-то пол в общем вот такая жопа клёвенько одним словом что я могу сказать сейчас бы он там подставил ведро я здесь спустил полностью давление с котла в ноль слил воду с батарей менялись с телефонами ну заодно познакомились блин теперь я знаю кто под нами живет нормальный такой вменяемый абсолютно человек в общем решили посмотреть что будет завтра за ну сегодня уже вряд ли будет там ковыряться в потолке вот завтра скорее всего будет разбирать свой потолок и договорились он созвонимся он расскажет чё да как и будем принимать совместное решение что делать дальше ну как то так спасибо что зашли на канал следите за новостями всем удачи и пока